господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного отчет за прошедший день номер 121 погромче вопросы события дня задавайте вопросы 10 апреля 2016 года это воскресенье только что было дальше наш эпиграф я уже неоднократно объяснял еще и не кончил объяснять его ну просто времени сейчас нет очень заняты я расскажу чем занимаемся сейчас ну и переходить только самим на наш форум приходить администратор вырвался посмотрел в контакты фейсбуке больше ста посланий мне которых я не знаю там не бываю как это непонятно то я не бываю там не люблю эти системы но они вы ко мне выносит и там больше тысячи уже подкинули я отвечаю тогда опять переносят эта работа очень большая а на форум если поставите на наш форум я покажу его я сам считаю сам тут же отвечаю тем более сейчас отвечаю в аудио мне некогда писать совершенно некогда и мне трудно писать я вот много лет работал на печатан машинке не глядя а тут разный размер клавиатуры то я цепляю 2 2 2 клавиши там выправлять надо столько же времени сколько пишу вот не слышат никак одно и то же а он не отвечает я не отвечаю я не знаю что вы послали тата сокрытой я нигде не бываю кроме как на своих ресурсах чтобы ответить людям у меня не хватает дня вот утром сегодня три часа на ногах три часа ребята братья стоит 4 40 мы дальше объявление были помощники что-то перестали ролики хотя бы основные вот утренние какие-то там которые краткое содержание читайте о чем тут написано дальше на какой минуте секунде что есть чтобы люди знали где просят я не могу этого сделать при всем желании не могу когда нужно было насчитанное мной в аудио и она златоуста 12 томов жития святых надо ставить на суда не поставишь бобину суда надо были в электронный вид перевести цифровой как старые магнитофоны нашли нашелся мастер отремонтировал но теперь надо это все сделать как-то заново 30 томов открытым оком промолотить выбрать все оттуда вопросы сгруппировать их в папке в отдельной по тематике я думал после моей смерти кто-то сделает никто не берется пришлось самому заново 30 томов отмолотить это не две книжки и все-таки составила на нашем сайте на сайте 55 папок по ним все вопросы 4124 вопроса понимаете а то ну спрашивают а он сейчас под старость не работает я не знаю этого слова старость у меня нету старости а когда вот и провал у меня было так один день я цифровую у меня ушло 16 часов не отхожу от магнитопона на другой день 18 на следующий 20 22 и пятый день работы 24 часа не приходилось вот так стоя стою и заснул развернусь опять дошел кухня где я нахожусь поворачиваться даже не понимают люди какая-то работа сделана компетентные органы кгб когда меня арестовали то мне полковник сказал говорит а эти из москвы то дали указание несколько отделов сибири работают все проверили оказалось один человек но не один братья помогали кто-то пленки провозил он рассчитывал один размножал один на оформление пленок там там заклеивать коробочки тогда были кто-то другие это бог так делает даже кгб ошиблась несколько отделов и один как это бог я не один не я но впрочем благодать божия это сделала то сейчас никак не могу ли людям это понять дать понять помогите краткое содержание необходимо потом на нашем сайте вот на сайте в аудио книги нужно перевести вот в эти позиции онлайн там вот 7 сейчас они как-то едут там смотрят чтобы у вас они у вас поставлен это что там не можем это сделать но идут занятия по изучению библии вот она заранее надо приходить только туда и зарегистрироваться они за счетом делаются как-то сергей позвонить тут все данные даются вот ну и вчерашний день я немножко только пояснил которые пришли письма далеко далеко не все еще повторяю я только то что ко мне лично написали по скайпам где сергей это считай юрий соболев мир вам игнатий тихоныч интересный момент был затронут вами в свежем видео выпуске о животных я как раз на медне вычитал удивительную по своей простоте мысль у святого василия великого о том как животные могут быть доказательством нашей веры звери делается и доказательством веры веришь ли господу сказавшему на аспыда и василийская наступивший поперейший льва и змея псалом 90 и поверь имеешь ты власть попирать змей и скорпионов разве не знаешь что ехидна прикоснувшаяся к павлу когда он собирал хворост не сделала ему никакого вреда потому что святой нашелся исполненным веры деяния 28 глава а если не имеешь веры то бойся не зверя а своего пача неверия через которое сделал ты себя от всего удобно разрушаемым ну вот скажешь это запоминается тогда когда на тебе это прошло у вас жизнь это было такое или не было было это было у меня сюда неоднократно при том я соприкосался прямо с этими змеями и не один не два клубок змей а где это было как сегодня расскажешь и как никак голому телу везде прикасались и ни одна не укусила а что это за змеи сокроем пока для ясности я сказал это именно так и есть а почему противоядие бог дает вера вот об этом это мне легко запоминается какие чудеса были я даже это за чудо не считаю нету вот у нас одна там женщина рядом жила и и он там муж узнал что она неверная ему и видимо что-то было у нее она пошла помои выносить а у нас поезда останавливается красный светофор с двух сторон там идут грузовые поезда я на голову на рельсу я иду ведро валяется отдельно голова у ней на шпалах лежит а сама на этой стороне язык какой длинного человека никогда не видал галька привели к языку ну еще катя кто тебе это говорил зачем ты это сделала я стою и смотрю вот сейчас допустим вот змея укусила младенца там и пацана какого-то а панте пантелеоне шел потом он пантелеймон будет он перекрестил она лопнула и разлетелась он перекрестил этого почерневшего от яда умершего стал живой вот я сейчас бы перекрестил и голова к ней переросла и она встала батряхнулась с языка выплюла гальку и пошла домой ты бы удивился я стою над ней смотрю народ то еще не собрался нет не удивился для меня нет чудо это настолько естественно вера во всемогущего бога я бы даже не удивился что горлова стала на место но может быть там какой-то знак был бы как на руке у я на дамаскина руку отрубили далее она почерневшая он ее повесил а перед ней стал молиться троирущица то не богородица троирущица а он серебряную руку сделал и повесил перед иконой сколько интересно в жизни это где-то я стою меня вообще нет то чтобы сказал не может этого быть не может быть может быть я с одним разговаривает и веришь что бог может сделать вот мир сотворил да я это верю но ты веришь что что петр был в темнице и прикованный к воинам и 16 человек караулят и он вышел и двери сами отворились как отворились а в тюрьме был да там как их отворишь там отворяют и но отворились написано ангел вывел да нет этого не может быть вот нашел на счет я не думал что не поверить не вере и кончится не верят страшной катастрофой для него его собственный сын убьет баптист вот говорят баптисты люди чисты там тоже всякое бывает разные люди и вот здесь как ты в это веришь я верю это я встречался и у меня это было я знал что их много змей много притом я не один было были двое у другого поменьше веры но говорится подсоединился то и ничего с нами не было и не просто так а спать в постели со змеями вот где я не буду говорить даже мало того даже сказать страшно что было количество их даже пересчитать нельзя было я уверен павел стряхнул хотя неизвестно как дальше еще игнатий тихонович хотел спросить о следующем можно ли использовать такую форму речи пожелание брату христианину звучит как может показаться несколько у странного там но это по-библейски успеха и радости тебе в вере на основании филиппийцам 1 25 и я верно знаю что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости вере но если это копируешь дословно из святой библии конечно можно у нас как-то не принято как до свидания всего хорошего а дью ну вот но в это тоже что-то вкладывается здоровье даже вот пьяница я не желаю ему здоровья поэтому я не здороваюсь знаю что алкаши я говорю доброе утро меня это ничему не обязывает потому что наркоман безобразничает ворует я знаю я не могу желать ему здоровья это не по совести будет я желаю ему обратиться и сделать верующим дальше по скриптуму слову как мне кажется наша с вами переписка последних дней по вопросу преображенского брата георгия кощеткова в москве развивает домыслы некоторых о тоталитарности мышления в лапкинской секте это ну ну считай о том что мы с вами друг друга еле и мажем молитвенно обнимаю храни вас и братьев господь понимаете тоталитарная секта это дворкин ему там зарядили в америке он привез сюда и вмонтировал сознание образовывать миссионерские отдела не было это дворкинская вся шатия братья самые жестокие самые не восприимчивые к веяниям духа божия это ужасное что-то вот у меня было в жизни такое что впервые я сказал молись да знаю меру даже молитве молились а дожде дождя не было но объявил настоятель стали молиться молились но помолились вечером но и надо упоздать хоть маленько то пришли утром настоятель дождя не было давайте еще молиться на поля пойдем подождите еще день не настал надо молиться это в варнауле было еще во время советской власти давайте молиться помолились как пошел дождь видимо соединились две молитвы я так понял это что-то невероятное железная дорога насыпь у нас высотой допустим почти 4 метра нас это промыло и рельсы висят в воздухе в барнауле машины плыли до до уровня гостоголовы и там где этаж самый нижний барнаульском вокзале железнодорожном там эти хранят вещи кассы или как назвать там как они называются эти авто авто кассу то ну хранилище там вот все залило абсолютно все там залило под завязку где-то знай да молись у меня был один знакомый такой мало и знакомый то это и вот на него гонения сразу я включаю список до молиться о нем как агонимом у него уже направилась он мне не говорит что у него там уже наладился я продолжаю молиться я представляю как будто бы вот здесь вот нормально живет человек а вот здесь гонимый но здесь его никто и не знает а он известный я молюсь а он уже его не гонит он уже нашел на а я молюсь не гони наконец он перекидывается в сторону врагов и делается хулителем да как так как может быть не знаю молитва да господь говорит это я тебя услышал теперь ты выдержишь его ты будешь его считать теперь нужен тебе считаю и молюсь за него теперь в разумлении чтобы лукавые бесы отошли от него не знаю может быть он для испытания это пишет но главное вот первый раз у меня такое случилось дальше что и пишет гнатий тихоныч очень хороший ролик с дмитрием из омска чрезвычайно полезная и мудрая беседа наставления каждое ваше слово духовный слиток золотой говорю это искренне так как увидел и воспринял и собеседник ваш хороший дай ему господь внять вашим советам и исполнить их скачивай ролик себе храни вас христос вот интересно вот сейчас только что утром это утро сегодня ранее утро вот сейчас только еще пошел пол шестого по нашему и вот я не стал даже копировать сюда и не пишет мне вот это димитрий из греции и так все тут написано он ответ прислал вот опиши дай здесь это мы писали ему а у меня сейчас утром попросил никита напечатал что ему написать он вот ролики за роликами посылает и посылает и мне они пикают я подхожу отрываясь от основного дела я пишу я просил и неоднократно что если хотите что-то послать на skype то делать это не чаще чем только один раз в неделю мне ваши ролики и смотреть некогда и очень отвлекает от работы запиши это себе и запомни не искушайся а он еще написал я понимаю я мешаю вам но мне интересно очень узнать мнение ваше ладно все первый и последний раз больше не буду все простите ну понятно что у меня выхода никакого нет человек хороший но надо отвлекать я ему говорю но если он будет ну нахал буду молиться а я будет ну дальше то знаете какой тут щелкнул больше никогда не зайдет но мне это никак не надо делать вот и тут же я гляжу тут вышел вот здесь вот на ум борщуков вот я миссионером который называется отделы миссионерские вот один из примеров обратился уверовал бога еврей неполукровка чистопородный с двух сторон стопроцентный на ум израилевич борщуков из города тбилиси баптисты знают про меня они по обо мне такую молву за пронесли восьмидесятые годы еще что у православных есть человек знает писание библию так что мы даже беседовать с ним беседовали о наших баптистов привезли показать он как поговорил он баптист отошел от нас отошел не просто отошел а станет иеромонахом который погиб в туре голову отрезал там называется он кришна повелел ему какой-то сумасшедший руслан звать его вот это геннадий яковлев геннадий михайлович и также привезли мне одного еврея вот евреи вы знаете как мы работаем баптист это он побыл полтора часа и от них отошел никаких отделов это душа дух святой делает и кем он стал священником священником это хороший священник мало таких священников открытых евреи он материал который я в то время работал 14 лет над протоколом сионских мудрецов а вошедствие антихриста на престол и он это все везде распространяет евреи протокол сионских мудрецов я у него был как среди при приезжаю в тбилиси ненадолго а идет у него служба литургия он меня тоже болтать сразу не маленький погодя выбирает время перед народом ставит переводчики рядом стоят и начинает говорить это все в интернете выставлено здесь и вот сегодня я увидел он тут мелькнул и я ему написал а как вот здесь впереди вот считай как вы там он что-то от поставил я даже не посмотрел что это такое дальше пишет крещение в январе лолы и за или отец когда ты был у нас отец а то он меня отец зовет потому что он духовно родился здесь это в подлинном смысле я родил как благовествование он нигде это не скрывает и перед народом храме это говорит как я приехал он мой крестник как поехали искать где полное погружение и нашли переделкино там если я не ошибаюсь храм во имя митрополита филиппа колычева которого скоро задавил скоро то полискуратовский кто он там и что дальше там выше поднимите да они когда ты был у нас они тебя видели и слышали храме я проповедовал неоднократно дальше смотрю твои ролики говорит твое сердце богу я всегда греюсь у твоего огня понятно а другой не надо зачем вы ставите ролики там ну всякие глупости говорят вот человек он работает большой храм заложил строил все уже при мне уже фундамент был ой дальше благодарю и радуюсь переписал ролик на тему конфликты буду конспектировать а потом от слова к делу дальше еще что-то вчера с отцом львина богослужений как обычно было две проповеди от марка там преподобный аналитричник посылаю тебе мой конспект на эту тему может будет полезно поговорить эту тему в эфире храни тебя и всю твою команду господь вот понятно вот никаких миссионерских отделов это христос сделать миссионерские отделы это фишка это обман нахальные хамы стоят жестокосердные хулители все там и что-то пытается разбираться закрыть потому что это дворкинские объедки дворкинская блевотина там все за только спорить ссорить людей я вижу как они работают там на какими-то атриумы себя называют ничего нету пустое я 53 года занимаюсь этой я называть ну это можно называть я почему его называю адреса ну суньтесь на него хулитель это он вам ответит как надо он знает что отвечать он особом учете стоит в израиле дети поехали в израиль и запретили потому что отец такой не пустили говорит я не все знаю это еще и дальше вот это значит он сегодня миссионерским это обращаясь молитесь богу его что-то откроет и вот сегодня я утром рано размышлял слова посторонний вот где встречается что от матфея господь говорит с кого берут сынополис посторонних это платят и дальше деяния из посторонних же никто не смел пристать к ним а народ прославлял их понятно вот это вот не выполнить сегодня не выполнить ни в одном храме московской патриархии повторяю ни в одном опровергните меня почему да потому что к евангелию не обращаются ко мне сюда свечки ставить ну а где такое есть у нас есть наша единственная община такая и потеряете здесь ну а как вы докажете это очень просто у нас все время дежурный ворот стоит и как только перед богослужением уже заходят все запирается все это дело и дежурный еще здесь бывает вот как на посторонние как вам подойдут когда познакомимся сходим на работу домой проверим у меня такие проверенные люди были он работник администрации в городе нам нужный человек как раз я эти дома оформлял я могу назвать фамилии все ну а другой поэт настоящий пишет и тоже оба борода отпустили похожи друг на друга даже одного роста но мы их предприятили мы вам разрешили один раз прийти это означает на другой раз прийти воскресенье разрешение брать у нас не надо а если вы не были мы вас спросим почему вы не были а ты скажешь а я ходил храма московской патриархии вопрос снятый а тыс к я у католиков был вопрос снятый я у баптиста был мы ничего не спрашиваем ты нещен общины но воскресенье чтобы ты был ответствен перед богом вы поняли поняли и одновременно они оба не были почему не были один там будет что-то на даче кажется где-то мы предупредили если вы не будете вот так вот сами себя обязанными воскресный день для бога посвятить хотите к мусульманам пойти мы не против это вы сами распредел что воскресный день у вас был занят тем что располагает к небу вы поняли поняли и опять они не пришли и объяснение никаких не могли дать почему не были на рыбалку ушел нет не знает и мы запретили приходить мы сразу потеряли двух человек хороших но вы можете ходить в московскую патриархию это можешь ты два раза в жизни прийти или три раза когда тебе там лоб помочат а то на коляске привезут второй раз повещаться на кадиллаке третий раз на катафалке привезут тебя у нас из посторонних никто не может зайти вот сейчас умерла там дочь у нашей прихожанки а к ней племянница приехала и звонит наша прихожанка можно я ее завтра приведу к нам на служение можно она знает одеть по форме два платка платье не больше от пола 10 сантиметров она все вымерено сказано не надо говорить нуждается человек для спасения не ваша это наш устав такой я один вопрос на она не курит она да вы что я спросил не курит а если курит курит табак с собой не брать прийти можно чтобы день не курил а чтобы запаху не было нас научили одна ходила и оказалось что курила вот и все из посторонних никто что не смел представьте не смел то есть боялись вот найдите такой храм у нас ни одного нет постороннего человека ни одного вот она заранее позвонили от отца георгия целая группа приехала к щиткова из москвы приняли наши тут переоделись уже там где у забора или где там все лишнее там убрали еще там у них есть вот тогда будет разговор а если это женщина брюках она не войдет а милиционер разницы никакой нету приезжают люди мы выносим им они переодеваются зайдут тогда на нашу территорию вот и все так а вы так не надо это не надо последствия последствия бог берет на себя из посторонних никто а народ прославлял вас никто не будет за это прославлять отец на ум еще опять зашел что-то еще дописывать и вот сегодня утром на молитве мы читали я считаю что это не случайно именно этот псалом ну давай сейчас посмотрим какой утром начал читать сегодня володя считал первой мы еще там на посмотрите почему легко запоминается когда это о тебе кажется о тебе говорят вот смотри пятьдесят пятый псалом я посмотрел через клещу вот это не туда я даже не вижу вот где-то стою пятьдесят пять вот он боги восходят слова ну вот прочитай вот отсюда вот начни второй стих помилуй меня боже ибо человек хочет поглотить меня на подарок всякий день теснить меня то есть это все от миссионерские отделы вся эта фальшь патриархийная и дальше что враги мои всякий день ищут поглотить меня ибо разные разные sd sd на букву sd почему-то саварбек там жабраилович из караганды отовсюду обличить и лапкина там воют ставят обличают предсказывают там смерть мне пророщат а себе ничего не знает когда вот когда умрут и что дальше ибо много восстающих на меня о всевышний когда я в страхе на тебя его повара они меня приближают к богу мне зла от этого никакого нет я за них усиливаю только молитву и дальше в боге восхвалю я слова его на бога уповара не боюсь что сделает неплохо ничего не сделает всякий день извращает слова мы слова мои вот я сказал о попался игнатий он оригин оригена он не история прославляет он льва и саврянина ну то есть что угодно а мы узнали его спонсируют мусульмане меня мусульмане а другие города он давний сотрудник цру кгб я много лет учился в индии там уже узнали я зомбирую людей как это то есть сатана не знает что сказать ничего этого не было никогда ни одной копейки мнения книги никто не из этих не давал кого вы называете есть люди которые понимают что это надо сами приходят и помогают незнакомые выкупить книгу это сейчас у меня четыре книги готовая по 800 страниц стихи четыре книги тысячи экземпляров взять два с лишним миллиона нужно но они стоят на моем сайте я не могу их издать ничего я так они заглохли еще у меня 7 томов я на этом прекратил писать и что дальше и помышление их обо мне на зло собираются притаиваются наблюдают за моими пятами притаивается интересно как притаивается притаивается где я был с кем разговаривал у баптистов там молился перекрестился у католического ксензы благословение прошло то все на и наши чтобы ловить душу мою вот это псалом мой это я его написал то есть вернее дух святой написал а мое сердце сказала это мое у вас это есть или нет дальше неужели и они избегнут воздаяния за неправду свою всю неправду обо мне говорят во гниве не зложи божий народы у тебя исчислены мои скитания мои уж исчислены я очень много скитался на квартирах жил 10 детей у отца наши отец инвалид войны с матерью ни одного класса у них нету мы с пяти лет уже работали положи слезы мои сосуд у тебя не в книге ли они твои вот как враги мои обращаются назад когда я взываю к тебе из этого я узнаю что бог за меня вот за меня они все пятятся некоторые обращаются я выхожу на папе центральный собор барнауле бабки со всех сторон меня за ноги цепляют плащут как припали к ногам прости меня я говорила против тебя ну и что говорила там настоятель сказал вы баптисты там еще что то баба есть поговорка наплевать да забыть перестань а почему она это говорит потому что мы свободное время ищем кому дрова напилить кому снег с крыши сбросить то есть как-то помочь обиходить их валенки подшить настоятель узнал меня вызвал игнатий вот и столько делаешь это нельзя так ты не солнце всех не обогреешь чего нельзя почему нельзя я насчитал пленки сидят священники синедрион я зашел игнать а вот ваши пленки слушает везде и до патриарха дошли и за границей вас горд гордыни не подходит к вам какая у меня зуб болит в австралии ваши портреты в газетах ну и что заботиться о гордыне гордыни и прелесть вот а что за за день вот это все они мне а сегодня господь это открыл в боге восхвалю я слой его вот так господи восхвалю слой это понятно значит отсюда вы отошли давай посмотрим дальше этот это шоу отец научу еще написал баптистерии храме иоанна крестителя ну это потом уже баптистерии то есть полное погружение чтобы было то есть он все это делает иоанна креститель где то есть он то храм построил так назвал даже ничего не могу сказать у меня даже на это время нет ну и вот показать это наша страница в моем мире каждый день что я на ю тубе выставляю каждый день это 67 роликов среднем так идет 57 роликов все они разные вот ну и посмотрите сколько раз из видео видео у нас две тысячи девятьсот восемьдесят три но будет скоро три тысячи вот и фотографии 18 ходите сюда здесь легко общаться зайдете видите сколько здесь все выставляется дальше мне это помешает наверное я уберу потому что это что я сколько выставлял сегодня вышли и вот этому на нашем форуме кто-то пишет кто он такой романа алтухов не знаю может быть и знаю что пишет из тех там на микрофон начитывал солженицын целеском полными книгами я могу назвать игнатия лапкина его записи есть на рут рекере он сам жертва и узник в сталинских лагерей верующий человек и ненавистник большевизма его чтение александра исаевича вполне убедительно заменяет отсутствие авторских начиток то есть автор не насчитал это а я насчитал я первой стране был первый который опубликовал архипелаг гулаг и распространил по всей стране 11 кассет 11 я могу сказать сколько до одной секунды показа там 67 кажется почти этих часов слушать у меня от им к пресс три тома без купюр полное было а как вы насчитали в то время кгб не могло узнать как у меня полка где вешалка я всем говорю кому надо что положите туда а я посчитаю чтобы я не знал от кого потом среди недели сунуть лежат книжки я взял а то что надо и опять сделал насчитал опять положил хозяин приходит кто взял не знаю меня хоть убей я не знаю то есть это тоже надо было обдумать и когда написали что 30 лет как новый мир опубликовал первая глава архипелаг гулаг тут же поступил опровержение ровно на 10 лет проповедник из барнаула игнатий лапкин наполнил страну архипелагом гулаг в аудио но так как кгб изымало на теории стерло все то пришлось отказаться от цифровки ее когда я вернулся уже на читательный компьютер и зарядите зарядите послушайте один пишет и там отзывы под этой о я слушал лапкина считает как его к стенке надо поставить он ударение не знает куда делать он неправильно считает не те выражения делает там а другой говорит а я слушал это зэк настоящее у него там где-то форточки или гега слышно петух поет вот настолько мне это пришлось и я дорогой еду слушать отзывы совершенно разный хочет меня к стенке поставить а другой портрет на стенку повешать не угодишь на всех а я не думал угождать я знал что никто не знает почти и надо сделать известным да ну вот он что пишет убедительно заменяет отсутствие авторских вот много ставят роликов чтобы я дал ответ только поступила что посмотри ничего я смотреть не буду у меня ни времени нету и невозможности это все за раз я должен ответить но эти уже у меня были прошли но не могу я у меня возможности никаких а вот там все ролики ставят чтобы дал я отчет и такие вот материалы дать публикацию ну не могу это невозможно это невозможно даже что тут такое вот так это надо закрыть или что-то не туда охнуло вот теперь смотри вот как наш форум выглядит посмотри заходите регистрируйтесь потом нажмите вот здесь новое сообщение а вот здесь общий поиск 1580 тем различных это богатый богатый материал и дальше наше видео видео канал там еще пятая страница была там еще страница одна вроде не просмотрена это да вот здесь вот ну вот пятое ну вот где ну вот пятое ну видите какой я даже не успеваю посмотреть вот еще еще такое тут ну еще что-то на ножи ведь и сколько это ролик я должен дать эти ролики осмотрел ничего комментировать не могу не надо не надо но зачем мое мнение знать считайте библию сравнивайте не по библии значит она нет там света 520 сая пророк говорит ну и вот наш видео канал это четыре тысячи примерно 200 может быть уже 300 видеороликов наших здесь и вот здесь если толкнуть главное вот главное вот сбоку вы сразу выйдете ежедневно выставляется жития святых которые я начитал а сейчас один добрый человек выставляет ежедневно и я перетаскиваю это и в мой мир ну и главное у нас склад главного сокровища это наш сайт он называется во свете библии православный библейский сайт здесь все книги здесь все аудио видео звук проповеди тысячи проповедей сокровища неоценимое считаю что такого сайта больше мировой сети нету здесь только 50 книг моим голосом насчитаны это и доброта любви опять тому пока еще нигде не встретил жития и плюс 174 еще 12 томов димития ростовского и два тома 2 3 настольной книги священнослужителя которая после канонизированы все насчитаны все здесь есть вот на аудио библия насчитанная здесь вот если сунуть вот сюда где звук и видео вот мы сейчас увидим что архипелаг гулаг солженицына вот она повторно насчитанная творение златоуста добротолюбия григорий дещенко 4 книги это мы сегодня показываем что можно все на сегодня богу нашему слова вовеки веков